Друзья, всем здравствуйте! Вы смотрите Хорошее утро! Новый год прошел, Рождество, старый Новый год. И вот если у вас есть вопрос, когда нужно выбрасывать елку, то мы вам скажем, возможно, именно сегодня. Посмотрите, если на полу елки больше, чем на самой елке, то сегодня самое время выбросить. Об этом говорят вам Полина Копринкова и Евгений Шатухин. Друзья, сегодня 16 января, вторник. И этот день отметился в истории тем, что именно сегодня отмечается Всемирный день группы Битлз. Да, именно этот праздник, он официальный, потому что в 2001 году его учредила компания ЮНЕСКО, организация ЮНЕСКО. И праздник, дата выбрана не случайно, потому что именно 16 января в 1957-м. Правильно. В Ливерпуле организовался клуб под названием Пещера, где и начали свой творческий путь. Знаменитый, тогда еще не знаменитый музыкант Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. И спустя некоторое время к ним присоединился еще один Битл, это Ринго Стар. И вот в таком составе Ливерпульская четверка просуществовала всего 8 лет. Можно сказать, всего? Ну, на самом деле, казалось бы, 8 лет, но мы слушаем на протяжении 50 лет уже эти песни, мы знаем множество. Такое ощущение, что был целый век, просто целая эпоха Битлз, потому что за эти 8 лет они выпустили 13 альбомов официальных, но каждая их песня становилась невероятным хитом, и эта группа, ну, сложно вообще описать, какое влияние она оказала на всю современную музыку. В общем, друзья, мы поздравляем всех любителей хорошей музыки, и, возможно, именно сегодня то самое время, когда можно достать пластиночку Битлз и послушать свои самые любимые хиты. Ну что ж, это мы поговорили о праздниках, которые... Также у нас есть сегодня отличные новости из Саудовской Аравии. Дело в том, что там произошло, можно сказать, такое историческое событие. Там прошел первый футбольный матч, который посетили женщины. Да что вы говорите? Дело в том, что, да, в Саудовской Аравии женщинам запрещается посещать многие спортивные соревнования, в том числе футбол. Ну вот, это свершилось, женщины из Саудовской Аравии увидели футбол. Полина, ну вот видишь, что имеем, не храним. Вот ты ходишь на футбол? Ну, честно говоря, не раз. Не ходишь, а если бы мы тебе запретили, то ты бы говорила, ребята, я хочу на футбол. Что это такое? Мы вам разрешаем многое. Ну да, на самом деле это так, потому что в Саудовской Аравии у них же там вообще есть некая такая система опекунства. То есть у женщин там права примерно как у нас, у детей. То есть у каждой женщины есть опекун, который принимает за нее все решения. Опекуном может стать какой-то близкий мужчина. Это отец, брат, муж и даже сын. То есть может такое быть, что сын стоит и говорит, мама, а что это так поздно пришла домой? На футболе была. Мы расскажем, что такое современная хореография. Они будут общаться с нами на языке и тело. И расскажут, наконец-то, чем отличается Contemporary от Vogue. Наши гости – молодые и прекрасные девушки, преподаватели современной хореографии Академии Творчества, обладательницы престижных наград премии Music Box. Они действительно развивают молодежь Кубани и считают своей задачей внедрение творчества в жизнь края. Сейчас в прямом эфире они продемонстрируют свои навыки и, надеемся, зажгут вас яркую танцевальную искру. А если даже нет, то хоть порадует глаз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Друзья, сегодня в хорошем утре современная хореография, точнее ее преподаватели Есения Чернышева, Алина Николаева, Альбина Мищенко и Оксана Михайлова. Доброе утро, девчонки, отлично зажгли, спасибо вам большое за этот танец. Скажите, это был какой стиль? Что это было? Что это было? Это была современная хореография. В смысле, современная хореография и... Здесь было очень много намешанных стилей. А, ну давайте начнем, что первое? Первое был вок. Вок. И сразу же объяснение, пожалуйста. Да, потому что, мне кажется, большинство наших зрителей, мягко говоря, путается в этих направлениях. Как и мы. Я думаю, мы можем сразу показать, да? Мы можем показать, да? Показать. Еще не отдышалась. Альбина еще не отдышалась, но уже готова показывать. Итак, вок, это, насколько я знаю, когда что-то вот... Да, техника рука, соответственно. Это позиции. Это там падают? Да. Да? А, вок пошли. Дропы, дипы. Да, воки, это, знаешь, когда там что-то делают, а потом... Бам! То есть человеку неплохо, а он просто танцует. Просто падает. Ясно. Бам! Опять! Ну, например, что из вок? Что-то вот научить. Я очень слаба, если честно говоря. Вок? Да. Ну, давайте встанем, я вам покажу. Встань нужна? Давай, Полин. Вот подерживай меня, вы хотите тоже вызывать его. Давай. Полина! Подерживай! Я думала, вам тоже запросилась на свою голову. Приседаем чуть-чуть. Приседаем. Разворачиваем бедра. Так, да? Да. И идем очень красиво. Пам! 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 Это я делаю каждый день. Теперь ручки. Ага, ручки. Ручки идут через верх. Пам! 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 Что-что? Ручки идут через верх. И пам! По очереди. По очереди. Ручка правая. Как листочка, да? К правому прыщу, да? К кошечке, да? Только локоточки при этом у нас прямые. А, локоточки как прямые? Да, прямые. Вот мы их упрямляем. Кисточка бросается, кисточка. А губы можно в этот место так утянуть? Можно. Да, это обязательно. Хорошо. А еще в этот момент надо идти. И в этот момент мы идем. Теперь мы совмещаем. А, ну, девчонки, вот как мы перед зеркалом вот это вот кривляемся, вот это вот только еще доведено до совершенства, да? Давайте попробуем. Давайте будем поддерживать еще. Палина! Давайте все. Палина! 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 Все, мне достаточно. Я поняла, что такое вок, я потренируюсь дома, окей? Хорошо, это вок. Давайте так. Вот, 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 вот это все. Нет, это немного тиктоник был. Нет, все понятно. Олег, что-то уже пошел. Все понятно, зачем ты занимаешься в свободное время. Контемпори. Что это? Тоже направление современной хореографии? Контемпори, да. Современная хореография, ну, это конкретно, наверное, постановка авторская, да? В которой может участвовать не только современный танец, но и элементы классического танца. То есть это тоже смешение различных направлений, да? Иногда, да. Это направление, которое питает себя все сегодняшнее. Вот это в часах контемпори. Все современное и настоящее. То, что танцуется вот в данный период времени. Ясно, я немного поняла. Это новая пластика. Новые ритмы, новая музыка. Ну, это когда нечто, на первый взгляд, неадекватное происходит. Вот это можно назвать... Некоторые, да, считают именно так. Непривлеченные люди все время говорят об этом, что... Многие смеются над контемпом. На самом деле, это достаточно непростое и нелегкое направление. Это вот как современное искусство. Нечто вот страшное, какая-то кракозябра говорит. Ничего не понятно, да? И обычный человек ничего не понимает. Так и с этим танцем. То есть это для настоящих ценителей. Что еще мы должны знать из современных направлений? На самом деле, в каждой постановке современного танца должна быть определенная идея и тематика. То есть, которую мы максимально доступно доносим до зрителя с помощью хореографии и собственной пластики. И тем не менее, получается... Да. Некая история, да? Потому что учиться хорошо. Не сидеть на холодном. Весело. 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 Учиться хорошо и весело. Вообще, мне кажется, что после череды очень популярных телевизионных проектов о танцах, наверняка в современной хореографии появилось некое новое дыхание. Это так? Ну, танцы стали намного популярнее, конечно, благодаря шоу. А вы вот сами, вы все такие танцорши, да, очень такие популярные. Вы не пробовали свои силы, не думали о том, чтобы пойти на какой-то телевизионный проект, проявить себя? Или, может быть, был уже такой опыт? Нет, я в проектах не участвовала в танцовании. Нет, мы еще в проектах не участвовали, но в планах. Возможно, мы вскоре проявим свою инициативу. Скажите, а вот детям с какого возраста можно заниматься современной хореографией? У нас дети занимаются с трех лет. С трех лет? Как трех лет? Как ему объяснить, что ты сейчас будешь танцевать? Нет, с трех лет мы стараемся просто привить чувство ритма, хлопать в ладоши, чтобы детки слушали музыку, чтобы они ее считали, не танцевали под нее, а, скорее всего, считали. А потом же они начинают осознанно управлять своим телом танцы. Итак, дело в том, что мы хотим провести эксперимент. Вы знаете, что многие люди не учились нигде танцевать, но любят танцевать. И вот танцуют душой. Современные народные танцы, потому что они идут от народа. И мы хотим посмотреть, как вы справитесь с этой задачей. Мы взяли из Ютуба самые популярные танцевальные ролики, где танцуют непрофессионалы. Собственная хореография, да? Да, собственная хореография. Авторская, авторская. Наша задача выбрать самого сильного танцора из вас и выбрать самого сильного танцора из нашей пары. Это, конечно, Женя. Хорошо, это я. Конечно, Лина. Итак, смотри, что будет происходить? У нас сейчас будет происходить танцевальный батл. Вот здесь сейчас появится видео, и нужно сразу же повторить этот танец. Ты можешь подходить прямо сюда, чтобы я смотрел на тебя. Пожалуйста, вот на этом экране. Ну что, готово? Поехали! Итак, ребята, называется новогодняя. Ты первая. Я как мужчина. Хорошо. Ближе ко мне, пожалуйста. Я думаю, мне не повторить такое. Ну, ребята, на кухне каждый, каждый так танцует. Я напомню, что вот этот видеоролик длится два с половиной часа. Поэтому, ребята, готовьтесь. Так, хорошо. Ну, честно сказать, на троечку. Честно сказать, на троечку. Перед тем, как я начну, я, наверное, продемонстрирую свои способности. Вок. Уже хорошо получилось. Ладно, давайте. О, ребята, так это же мое! Опа! Вот! Ну, вот оно, вот, ребята. Он не готовился, поверьте, он так и танцует. Оп, оп, оп. Тоненько, обратите, как. Оп. А ножками-то ножками, как они бывают. Отлично! Это был Евгений Жуковин. А представляете, сейчас кто-то включил телевизор. Господи, что они делают? Хорошо, теперь суперфинал. Как мне говорят, есть еще одно видео, и нам нужно вдвоем. Ты за девочку, я за мальчика. Вау! Альбина! Евгений! Хопчик-хопчик, подида, давай. Что-то! Что-то! Это как комары кусают. Это вот прям комары, 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 на тебе все комары. Я же про это танцевальное караоке. Вы смотрите слова, то есть не слова, а движение с экрана, пытаетесь висеть. А, старик. Нормально? Ну, ребята, вот это, вот это мы называем бодрое танцевальное утро и современная хореография. Ну, я думаю, что зрители сами определят, кто победил. Но мне кажется, что я. Друзья, если вы хотите заниматься современными танцами, неважно, сколько вам лет, 3 или 30, прямо перед вами сейчас настоящие профессионалы, которые обязательно вас этому научат. А именно, Есения Чернышева, Алина Николаевна, Альбина Мищенко. Сегодня у нас в гостях были именно эти прекрасные преподаватели современной хореографии. Это и другие интервью вы всегда можете пересмотреть на сайте kubain24.tv. Ну, а далее у нас факты. Факты спортивной погоды. И возвращаемся в студию. Хорошего утра. Ну что, друзья, еще раз всем здравствуйте. Всем привет. Вы смотрите «Хорошее утро». Давайте-ка просыпаться. Я надеюсь, у вас уже хорошее настроение. А если нет, то оно... Сейчас его подним, потому что в студии. Евгений Ушитохин, меня зовут Полина Копленкова. Сегодня 16 января, вторник. Ребята, для тех, кто еще не проснулся, в бой идут наши видеобудильники, которые присылают телезрители. Наши телезрители. Давайте посмотрим на очередной будильник от Лолиты из города Краснодара. Пожалуйста. И главное, друзья, правильно, не болейте. Потому что если вы не будете болеть, вы будете присылать нам хорошие видеобудильники, будете будить всю Кубань. Куда присылать? Ватсап на номер 8-988-312-1515, либо на электронную почту утродефискубань24собакамейл.ру, либо ВКонтакте. В группу «Хорошее утро». Итак, друзья, следующая новость для всех любителей юмора и для всех любителей клуба веселых и находчивых. Дело в том, что прямо сегодня состоится гала-концерт фестиваля, сочинского фестиваля «Кивин-2018». И мы туда отправили нашего специального репортера Павла Моисеенко. Давайте посмотрим, что там происходит. Пожалуйста. Друзья, мы видим наш репортаж со сцены зимнего театра города Сочи. 29-й сочинский фестиваль команд КВН. В нем принимают участие в том числе и несколько команд из Казахстанского края. Поэтому болейте, переживайте. Сегодня вечером начнется гала-концерт и станет ясно, какие же команды попадут в высшую линию КВН. Друзья, без юмора очень сложно, поэтому улыбайтесь всегда, не бойтесь посмеяться над собой. В общем, мы желаем удачи всем командам из Краснодарского края. А это три команды. А также желаем удачи Павлу Моисеенко. Я думаю, скоро Паша вернется и расскажет нам поподробнее о том, как все происходило у них в Сочи. Ну а далее, друзья, хочется напомнить вам, что 2018 год наступил. Да, мы шагнули в будущее. Кстати, совсем недавно в Лос-Анджелесе проходила выставка новейших технологий. И там разработчики представили такие гаджеты, о существовании которых мы совсем недавно не могли даже мечтать. Ну вот, они уже придуманы, изобретены и уже совсем скоро в следующем году поставят в продажу. Даже в этом году. Ну-ка рассказывай, что за гаджеты? Что там за гаджеты? Итак, во-первых, это чемодан, который перемещается за тобой. Называется «Чемодан, бегущий за хозяином». То есть, если вдруг вам как-то лень тащить за собой свою ручную кладь, либо вы имеете свойство терять свой багаж, именно для вас такой чемодан и придуман. Либо вы девушка и без мужа куда-то решили уехать. Ну, как-то да, тяжело, тяжело передвигать за собой чемодан. Там есть специальный датчик, который умеет вас узнавать, и он оснащен GPS-навигацией, наверное, какой-то, и способен передвигаться со скоростью 10 км в час. К тому же, если вдруг хозяин чемодана отойдет далековато, то чемодан начнет издавать такой вот неприятный крик. Пищать. Да, пищать и звать на помощь. Ну, ребята, вот это замечательно. А сейчас вы узнаете, сколько стоит этот чемодан. Чемодан стоит. 1200 долларов. Ну, замечательно. Замечательно, чудесно. Что потом, что класть в него, если все деньги на него потратил. Да, но это еще не все. Придумано уже зеркало-модельер. Если вы каждое утро мучаетесь вопросом, что же надеть сегодня и как вообще скомпоновать ваши вещи, из вашего гардероба в какой-то единый образ, зеркало-модельер спешит вам на помощь. Потому что оно способно подсказать, вот какие рубашки идут к тем или иным брюкам, как можно все очень грамотно на себя надеть, сочетать. Да, и даже если вы какую-то вещь потеряли и не можете ее найти, зеркало-модельер вам подскажет. Но есть всегда... Вот это удобно, это прям удобно. Это всегда удобно, но всегда есть но. Потому что прежде чем пользоваться всеми благами этого зеркала, нужно вручную оснастить каждую свою вещь специальным чипом, чтобы зеркало могло занести эту вещь в свою базу. Ну, в общем, это очень муторно. Короче, это долго. Ну, ребята, будущее, что вы хотите? Будущее. Будущее, да, и там нам не придется. Что еще есть? Значит, есть еще умный складыватель вещей, потому что одно дело умение хорошо компоновать свои вещи, наряжаться, другое дело их складывать. Я вот ненавижу. Вот это постираешь, и потом это вот все нужно аккуратно сложить. Но придумана машина, которая всего лишь занимает собой 3 метра. Это трехметровый шкаф, который за 4 минуты способен сложить очень компактно и хорошо 40 вещей. Вот такая вот просто необходимая вещь. Что это? Какое-то странное будущее. Мне кажется, что в этом трехметровом шкафу просто будут жить два человека, которые будут эти вещи за вас складывать. Ну, наверное, так, потому что зачем это... В общем, мне кажется, что в будущем все обленятся, ничего, никто ничего не будет делать, будет лежать. Есть даже прибор, который позволит говорить по пальцу. Это специальный браслет, надеваешь на себя этот браслет, и он позволяет с помощью вибраций, которые проходят через кожу, через твою плоть, слышать человека. И теперь, вот если вы видите такого человека, вполне возможно, что он не сумасшедший, а он действительно разговаривает по телефону, просто у него есть специальный модный супер-пупер-браслет. Либо к соседу кто-то подойдет и скажет, а, привет. Ой, случайно жену набрал. А если взять два таких браслета, то можно даже слушать музыку, мне кажется, с помощью таких наушников. Ну, друзья, видно, что действительно в будущем нам ничего не придется делать, просто будем лежать на диване. Станем такими полными, неприятными. Ну вот, как новогодние каникулы, так будет вся жизнь проходить, будем полными. Друзья, ну я надеюсь, что вам такие изменения внешности не грозят, но на всякий случай все же посмотрите наши советы от эксперта. Научитесь делать специальную фейс-фитнес, специальные упражнения для лица. Доброе утро всем! Меня зовут Елена Капецкая, я тренер гимнастики для лица. И сегодня с моей прекрасной помощницей мы поделимся секретиками, как же сохранить естественным лицо и сделать его даже лучше. И сегодняшняя тема – второй подбородок, проблемная шея и нечеткий овал лица. Итак, начнем с того, что кончиком языка сильно упираемся в верхнее небо с фиксацией, опускаемся вниз и также давим только на нижнее небо. Да, и таких повторений 10 раз. В этот момент работает подъязычная мышца. Отлично! Дальше. Это каждое упражнение можно закончить расслаблением, сделать упражнение лошадь. Облизываем губы и делаем хороший-хороший выдох. Второе упражнение и очень полезное. Берем два кулака, ставим под подбородок, плотно упираемся в них и начинаем открывать нижнюю челюсть, таким образом создавая сопротивление. От 15 до 30 раз. Дальше. С фиксацией задержали это сопротивление, закончили расслаблением, упражнением лошадь. Облизнули губы и сделали максимальный выдох. Выдох делаем через живот. Далее. Укрепляем и тонизируем шею. Ставим две руки, как будто бы это столбик, и стремимся нижним подбородком упереться в этот столбик. И возвращаемся в исходное положение. Ни в коем случае не перерасгибаем шею назад. Стремимся вперед и возвращаемся в исходное положение. Раз, два, три, четыре. Чуть быстрее можно. И так до 40 раз. Отлично. Обязательно здесь заканчиваем расслаблением. Для этого берем плотно верхнюю часть мышцы, упираемся подушками, в нижнюю часть, уперлись и начинаем растягивать. Когда вы делаете в ровном положении, вы тянете фасы, плотненько упираясь и растягивая. Чтобы растянуть мышцу, мы делаем легкий наклон головы. И растянули с двух сторон. Вот, в принципе, и все. Красивых вам всем шей, четкого овала лица и никаких проблем на лице. Всем красивых, естественных лиц, улыбок, хорошего настроения. И до следующей встречи. Пока-пока. В гостях «Хорошего утра» в хорошем смысле отмороженный автор собственного ледяного шоу Арчил Самхтуашвили. Его работа – это единственное, что напоминает жителям нашего края о настоящей зиме. Прямо сейчас он расскажет о том, как выбрать лед предметом своего творчества и как его горячий кавказский нрав так гармонично сосуществует с холодом. Друзья, сегодня 16 января. Именно в этот день свой профессиональный праздник отмечают все ледовары. Это люди, которые профессионально заливают катки на спортивных аренах, просто во дворах. У нас сегодня в гостях человек, который катки не заливает, но со льдом обращается очень профессионально. Это создатель ледяных скульптур Арчи. Доброе утро. Расскажи, что мы сегодня будем делать. Ну, мы вырежем сердечко ледяное. Это у нас самая популярная фигура, которую мы вообще делаем. Получится красиво, я думаю. И я надеюсь, вы тоже поучаствуете. Ну, скажите, вас с этим праздником, так или иначе, можно поздравить? Ведь нет же профессионального праздника скульптора ледяного. Ледяного скульптора. Наскуда я знаю, точно нет. Поэтому он... Ну, я думаю, мы причастны тоже как-то к этому делу. Ну, отлично. Поздравляем вас с праздником и давайте начинать. Да, давайте. Арчи, ну покажи, на что ты способен. Заводи пилу. Да, сейчас буквально 2 секунды мы сделаем небольшой такой вот вырезок, где что будем пилить. А, это ты себе как бы делаешь наметки, да? Да, да. И шкис такой. И начнем работать. Кажется, такое хрупкое. Неужели сейчас от пилы оно все разварится? Ну, кстати, смотри, уже тает лед. Арчи, надо быстрее. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Очень тяжелый. Позади. Так, отсюда? Вот так вот, да. Скажи, а что нужно? Евгений Шетухин. Смотри, мы можем отпилить вот этот кусок, а потом ниже. Просто вот так вот начинать. Все, понял. Вот так. Поехали. Да? Ну, ребята, поехали. Спасибо, что помог. Теперь с той стороны. Так, а вот отсюда можно, да? Да. Я хочу. Я хочу. На, держи, Полина. Ты, кажется, нажимаешь на кнопочку. Ой, не раздумаю, надеюсь. Давай, Полина, как в станице Батуринской, как отец учил. У меня получилось, круто. Арчи, расскажите, а как вы вообще выбрали для себя эту профессию? Почему лед? Как и где учились? Почему не юрист, не экономист? Ну, во-первых, художественное образование. И просто в один прекрасный день предложили попробовать. Ну, попробовали. И очень понравилось, в общем. А этому как-то... У кого ты учился? У кого ты обновлялся? Нет, нет. Интернет. Ну, и там хорошие люди, которые просто объяснили, показали, с чего вообще начинать можно и нужно. А мне вот интересно, каким образом ты делаешь эти заготовки? И как ты их вообще делаешь? При помощи чего? Значит, у нас специальное оборудование. Блоки намораживаются весом 200-300 килограмм. Такие большие болванки. Из них потом мы уже вырезаем разные фигуры. То есть никаких форм. Абсолютно ручная работа. Ясно. А вот если бы у нас на Кубани намерзали обычные глыбы, они могут использоваться, которые из обычных водоемов? Обычный лед. Ну, обычный лед может использоваться, но у него единственный минус. Он может быть с какими-то примесями. Нет, он может быть прозрачным. Или с пузырьками воздуха. С пузырьками или с песком. А это специально такой скульптурный лед. Он вообще идеально прозрачный. Мне интересно, он делается из обычной воды или какие-то добавляются? Фильтрованной воды. То есть вода фильтруется, специальная установка делает свое дело. То есть намораживает вот такие вот блоки. Сколько способна жить вот подобная ледяная скульптура? Ну, например, в таких вот условиях комфортных, как у нас в студии, 6-7 часов. Отлично, отлично. Да, потом уже принимает такую форму, потаявшую. И потом просто убираем фигуру. Скажите, а какую вот самую такую масштабную, может быть, фигуру, самую запоминающуюся в твоей творческой биографии тебе приходилось делать? Ну, мы делали факел в руке. То есть ледяную руку с факелом, она была там по 2 метра. Делали, как раз это был день, когда объявили, что в Сочи у нас будут проводиться Олимпийские игры. И, ну, в честь этого мы у нас на курорте, на Газпроме, сделали такую вот фигуру большую. Ну, она у них простояла там, наверное, месяца 3 точно, потому что температура была соответствующая. Вот это было... Ну что, я правильно понимаю, что мы уже подходим к концу? Да, почти. Нам осталось сделать кое-какие насечки здесь. И тоже, наверное, начну я, а потом продолжим вместе. Нам нужно как можно быстрее сейчас ее доделать. Да. Пробовать будете? Пожалуйста. Давай. Тоже двумя руками. Сыри, подходи. Очень красиво. Очень красиво. Отлично, да? О, боже, иное сердце с цветком. Все. Это мне. Это тебе. Ну, друзья. Это прекрасно. Друзья, цветы, добытые таким способом, мне еще не дарили никогда. Сегодня у нас в гостях был Арчи. Это создатель ледяных скульптур. Это и другие интервью. Вы всегда можете посмотреть на сайте kuban24.tv. Далее у нас факты. Факты спортивные, погода. И потом снова вернемся в студию. Хорошего утра. Ну что, друзья, всем здравствуйте. Просыпаемся. Вы смотрите Хорошее Утро. И хорошее настроение у вас обязательно будет. За него сегодня отвечаем мы, Полина Копленкова и... Евгений Шитухин. Всем привет. Так точно. Сегодня 16 января, вторник. Ну, вот и наступила зима. Все долго плакали. Ну, на самом деле, мы очень долго ныли то, что, ой, как-то тепло. Как мы будем Новый год встречать, если так тепло. Да что это за погода. Что это за зима такая. А сейчас пришел уже мороз. И мы уже говорим о том, что, ну, что-то холодно. Когда там уже потеплее. Да, друзья, мы хотим вам рассказать такую новость, после которой вам будет стыдно жаловаться на нашу кубанскую погоду. Итак, случилось это все в Китае. Там 10-летний мальчик. Но стал звездой интернета. Стал звездой интернета. Прослался на весь мир, потому что он 4,5 километра шел пешком в свою любимую школу. И вот что случилось с его волосами. Ребята, представляете, что нужно китайскому мальчику проделать, чтобы сдать экзамен. Он на экзамен шел. Как он не отморозил себе все свои знания. Да нет, на самом деле, там было, ну, минус 9, в принципе-то, ну, это же, это, ну, вполне. Ну, минус 9, в принципе, нормально. Мне кажется, что дело в том, что у этого мальчика по каким-то причинам нет бабушки. А возможно? Или, возможно, просто она как-то не доглядела и выпустила его в школу без шапки. Как это вообще возможно? Либо он торопился и с влажной головой вышел. Нет, ну, это, мне кажется, вообще как-то опасно для жизни. Но с мальчиком все хорошо. Все на 7 неделе за него очень переживали. Это еще цветочки. Дело в том, что сейчас в Якутии, в Имиконе наступил такой период суровых холодов. Там температуры опустились ниже, минус 60. Даже сломался электрический термометр, который показывал... Это в 30 раз больше, чем в Краснодаре. Да, 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 именно так. И, ну, местные якутские девушки не унывают на самом деле. Они даже придумали, можно сказать, некий новый модный тренд в макияже. Такой природный макияж. Девушка Настя выложила в свой инстаграм вот такую фотографию. Она убеждает, что ничего специально она со своими ресницами не делала. Просто прогулялась минут 15 по местному такому свеженькому морозу. Ребята, такой зимы, такой зимы нам не надо. Ну, скажи, это нормально? Ничего с ней не случится? Нет, она говорит, что это абсолютно обычная, нормальная якутская зима. И ничего страшного в этом нет. И она даже запустила новый такой тренд в инстаграме. Все девушки Якутии теперь стали фотографироваться с такими ресничками. Ну, это красиво. Ну, да, это такая снегурочка. Да, российская снегурочка, якутская. Ну что, друзья, а будут ли ходить по нашему краю такие снегурочки? Мы сейчас узнаем у Марии Грай, потому что именно она отвечает за погоду. Маша, привет! Доброе утро, ребята, доброе утро, друзья. Вот как у вас тут скользко, видимо. Лед тут у вас, да, летел во все стороны. Ну, привет. Привет, ребята. На самом деле, зря вы так напугались. Все у нас хорошо, все у нас по плану. Кубанская зима продолжается. Ну, давайте я сразу пройду к своим картам любимым, да, расскажу. Ой, вот прям вообще как будто... Осторожно, осторожно. ...покрыто. В общем, кое-как добежала до карты. Что у нас происходит? Вот он, наш край. По-прежнему мы с вами находимся в зоне такого очень большого, довольно-таки мощного циклона. И дело в том, что он как будто бы застрял немножечко на месте. У него много фронтов. И сегодня фронт-окклюзия подошел. Что это значит? Это значит, что во всех районах практически сегодня пойдет снежок. Где-то слабый, где-то чуть сильнее. Но снег будет хотя бы пару снежинок, вы увидите это точно. Что касается температур. Они изменились, но ненамного. Давайте на них посмотрим прямо сейчас. Вот у нас карта появилась. Ну, плюсы, это уже хорошо. На севере нашего края есть Каприморско-Октарск, Каневская. Плюс 1, плюс 2 градуса. На востоке Тихорецк, Кропоткин, Нормавир и Майкоп. Плюс 1, и 0, и снежок. Обратите внимание, везде абсолютно. Это на западе и в центре. Плюс 2, плюс 3. И плюсы сплошные по побережью. Вот если замерзли, можете смело махнуть в Сочи. Например, там плюс 8. Но в России с Геленджик-Туапсе от 5 до 7 градусов снег абсолютно везде. То есть вы в любом случае увидите. Кому-то повезет, кто-то слепит снеговика, а вот кто-то просто на него посмотрит. Давайте посмотрим на Краснодар теперь. Краснодар, вот он появился. Довольно-таки свежо. Прямо сейчас, если собрались выходить из дома, надевайте обязательно теплую курточку, шапку, шарфик такой потеплее. И даже варежки, потому что минус 1, минус 3 для непривыкшего краснодарского организма. Это, знаете, прям очень-очень свежо и тяжело переносит. Я, например, терпеть не могу вот такую вот погоду. Но зато днем уже станет намного легче. 0 и плюс 2. Синоптики нам обещают вечернее время минус 1, плюс 1, но вполне нормально. И снежок сегодня. Будем ждать, будем ждать, наконец-то первого нормального снега. Надеемся, что он все-таки пойдет и порадует нас. Что касается ветра. Он стал юго-восточным и стих. Это радует. Это уже не 15 метров в секунду, а всего лишь 9 в среднем. Давление чуть выше нормы. В принципе, прекрасная зимняя погода. Друзья, я к вам иду. Вот такая вот история. Маша, прекрасная зимняя Маша сегодня нам рассказала о погоде. Спасибо тебе за это большое, Маша. Ну, а я тебе хочу рассказать про очень умных попугаев. Кея. Ты про такие когда-нибудь слышала? Нет. Называется Кея, живут они в Новой Зеландии. Как орешки, Кея шьет. Да, да, да. Это попугайчики Кея. Не совсем они похожи на попугаев, но чем примечательны эти птицы? Они, во-первых, эндемики. Они живут только... Да, это одно из видов, которые обитают только в определенных местах. Они живут в горах Новой Зеландии. Ты, мама, учитель биологии, не знаешь, что такие эндемики бессовестные. Так вот, эти попугаи считаются, что они умнее обезьян. Это вообще самые умные птицы. Вот, например, на этом видео они без труда разбирают полицейскую машину. Чтобы ее сдать на чермет, на металлолом? Возможно, но люди говорят, что вот когда... А может, они просто не любят представителей закона? Такие законы. Они, в принципе, любят что-то ковырять, что-то разбирать. И говорят, что вот когда смотришь их гнезда или куда-то, они все вот эти мелкие частички уносят туда себе высоко в горах. И если найти такой тайник птиц, Кеа... То там и деньги. Да, и причем они рассортированы просто по цветам, по размеру. Такое ощущение, даже сложно поверить, что это дело закроечницы Алибабы просто получается. Да, и даже шутят, что, возможно, где-то в горах они собирают собственные автомобили, потому что так или иначе они воруют то дворники, то какие-то фары, то уж какие-то части покрышек. Но... Ну смотри, ну мне кажется, что у него просто плохое настроение. Он вышел, аааа, что за день сегодня? Ну, между прочим, с птицами Кеа нельзя передвигаться на самолетах и брать их в клетку, потому что у них очень-очень сильный клюв, который может вообще расковырять эту клетку. Весь самолет. Взять заложники. Весь самолет, взять заложники, потому что они очень умные. Но история на самом деле не в этом. Дело в том, что в Новой Зеландии птички Кеа стали развлекаться другим образом. Вы знаете, есть такие пластмассовые конусы, которые устанавливают на дорогу, ну чтобы, допустим, когда идут... Но птички Кеа стали эти конусы с обочины передвигать на центр проезжей части. Для чего? Долго думали орнитологи и пришли к выводу, что они делали это для того, чтобы специально машины останавливались, и они начинали контактировать с людьми и выпрашивать у них еду. Ну а мы видели, как они выпрашивают. Они просто не просят, а сами забирают все. Да, да, да. Представляете, до чего додумались. Но есть и обратная сторона. Это забавная история, потому что птички эти стали попадать под колеса, гибнуть, и орнитологи просто стали бить тревогу, и до чего они додумались. Такие уж и умные вы, птички. Они решили вот таким образом обхитрить птичек. В тех местах, где ведутся ремонтные работы, и вероятно, что они попадут под колеса, они стали создавать специальные спортивные площадки развлекательные для птиц Кеа, чтобы те занимались интеллектуальным трудом и не отвлекались на всякие глупости. То есть там им нужно открывать какие-то специальные контейнеры, пересыпать еду, не знаю, лазить по лестницам. Как детская площадочка. Детская площадка, да. Ну что ж, я думаю, что все узнали много нового о птицах Кеа, о том, что они умные, сообразительные, прямо как наши шустрики. Кстати, самое время передать им слово. Приветствую вас, наши дорогие, любимые телезрители. И мы начинаем Шустрое утро! Всех с новым днем, ребята! И, кстати, 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 это Тома, а это Леша, а это Денис. Ребята, мы продолжаем говорить о профессиях, и давайте я у вас спрошу, как вы считаете, какая профессия в мире самая сложная? А вот профессия телеведущего, она сложная или нет? Да, тоже сложная. Да, можно ее отнести. Но мне кажется, профессия сложнее телеведущего – это грузчик. Потому что могут привезти, не знаю, посылку или прочее, там, допустим, килограммов сто. И получается, вот такой вот грузчик не сможет поднять. Поэтому ему нужно много сил, чтобы поднимать это все, да еще и дотащить. Вот, потому что, ну, главное, чтобы это поднять и перенести уже будет легче. Чак, а ты думаешь, слабого грузчика возьмут на работу? Нет, конечно. Ну вот, грузчики обычно такие плотные ребята. Ну, тоже, да, профессия не из легких. А вдруг, перед тем, как пройти, он вату себе предложил? Все, ради работы, да? Да. А сейчас мы посмотрим интересные факты от Шустрика. Всем доброе утро! С вами по-прежнему я, Шустрик. И сегодня мой рассказ о морской рыбе-заяце. Эта рыба является хрящевой. Она не имеет пузыря, поэтому, чтобы удерживаться ей на плаву, ей постоянно необходимо быть в движении. Как и акула, эта рыба иначе просто будет падать на морское дно. По-научному рыба-заяц называется химер. Она очень полезна. В ней есть достаточно много белка, который легко и быстро усваивается организмом человека. Также в ней очень много таких витаминов, как А, Е и Д. Более того, эта рыба наполнена полезными минералами. Поскольку в рыбе содержится большое количество жирных кислот, ее мясо считается особенно питательным. Калорийность рыбы такова, что на 100 грамм ее мяса приходится 116 кал. Так как рыбы ведут необычный образ жизни, их иногда называют крысами морей. Они питаются такой твердой пищей, как моллюски и раки. Челюсти рыбы очень мощные, поэтому ловцы очень осторожны с этой рыбой. А еще рыба-заяц откладывает яйца, которые очень любят есть жители Скандинавии. Это все, что я хотел вам рассказать о рыбе-заяце. Меня по-прежнему зовут Шустрик. Смотрите «Шустрое утро». До встречи, ребята. Пока. Ребята, телезрители, предлагаю начать игру, которую я придумал и подготовил специально для вас. Игра тоже очень легкая. Я вам буду объяснять профессию, а вы, соответственно, должны угадать, что это такое. Это как крокодил, только я буду не показывать, а объяснять. Готовы? Вот, допустим, давайте начнем. Смотрите. Этот человек стоит за прилавком и отдает людям в магазине, допустим, сыр, молоко, либо еще что-нибудь. Это или продавец, или продавец-кассир. Правильно, продавец-кассир. Так, дальше. Этот человек делает дорогу. Строитель. Асфальтер. Да, правильно, строитель. Я еще хотел сказать про дома, но ты меня и переделал. Я задумал строителя. Так, следующая профессия. Давайте. О, придумал. Этот человек рассказывает детям какие-то интересные... Нет, передает детям интересные знания. Вот так. Учитель. Учитель, правильно. Как-то вы быстро... Хочу посложнее вам что-нибудь загадать, а знаете, начинаю объяснять, понимаю, что вы очень умные. Так, сейчас я вам что-нибудь загадаю. О, я придумал. Профессия. Этот человек охраняет нашу родину. Пограничник? Военнослужащий? Военный, правильно, я загадал военного. И давайте сейчас... Дайте мне три секундочки, я придумаю самую сложную профессию, которую вы никогда в жизни не отгадаете. Давайте. Так, самая сложная профессия в мире. Этот человек придумывает духи. Он берет, смешивает разные жидкости. Парфюмер? Парфюмер, правильно. Ну, химик тоже может это делать. Парфюмер. Тома угадала. И сейчас давайте посмотрим рубрику, которая называется «Окей-спорт». Всем привет, меня зовут Лолита. Сегодня я ведущая рубрики «Окей-спорт». Я уже знаю, какой элемент я хочу научиться делать. «Окей-спорт» – как правильно научиться делать рандат. Рандат – это акробатический элемент, который выполняется. Переворот вперед с поворотом. С добавлением вальсета прыжок наверх. Рандат – вид акробатического переворота с поворотом на 180 градусов вокруг продольной оси. В спортивной акробатике наиболее распространен рандат – боковой переворот с поворотом во второй половине элемента при броске с рук на ноги. Давай мы с тобой попробуем сегодня выучить элемент рандат. Давай попробуем. Прыжок руки к ушам. И шаг. Давай еще раз. Ногу-то вперед ставь. И на меня шагай, шаг. И колесо, и ноги собрала, и прыг. Молодец. Попробуйте сделать это дома. Нет времени на лень. Будьте активными. С вами была рубрика «Окей-спорт». Не забывайте подписываться на нашу группу ВКонтакте «Шустрое утро» и инстаграм «Шустрое утро». А еще заходите на наш канал на Ютубе, который называется также «Шустрое утро». И именно там вы сможете найти все выпуски наших программ. С вами был Леша, Денис и я, Тома. На сегодня все. С вами было «Шустрое утро». Пока-пока. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова